ну шо, Костя, а не Костя, Костя. Да-да-да, я тут, я тут. Рассказывай, что хочешь. Ну смотри, чё, интересно, ты в курсе, почему они выбрали сейчас Абрамс и К2? Потому что они в точно таком же составе выиграли, причём сыграли довольно неплохо. Они Соклановцев выиграли. А я вот зачем-то решил не банить Меркаву, и я об этом пожалел. Она, как сказать, она, конечно, борту хорошо кроется, но тварь скорострельная, поэтому чё говорить. Я сейчас остался один на один против Меркавы, на Меркале, против Куси, и проиграл. Ну, может быть, он просто катает на ней регулярно. Да, походу, да я, блин, три или четыре раза подарок не пробил, и это зарешало. Ну, блин, кстати, вот Меркава-Меркава шьёт очень плохо, кстати, вот, вопрос в лоб. Да не сказал бы. У меня сначала 4-4 залетел, а потом пошли не пробои. Ну, там как, зелёное, жёлтое было? Жёлтое. Ну, вот, тут поэтому и проблема-то заключается в том, что ты вроде наносишь, ну... Сейчас будет стычка на первое-второе. Слушай, а мне кажется, это, вот, Лёша и Андрей, они, по-моему, у них тактика одинаковая, что... Сами они тут играли, что... Ну, пускай играют, а СНР будет, почему это? Ну, так, может быть, их кто-то раскусит, и всё. Контер-тактику сделают. Кстати, вот, о команде, вот, ребят в SSG, да, вот, Pool, они любят разделяться, и вот часто их разделение опасно. Вот они с нами играли, мы их подловили, кстати. А вот играли они сейчас... Ну, вот, нас, кстати, тоже подловили. Сегодня, как раз-таки, вот, сейчас последний боё. Ну, вот, а вот играли они со своими сокладовцами с другой командой. Наоборот, они их подловили. Там они более аккуратно играют. Там оба рисковали. Ну, брат, акробат. Ну, мы-то эти две команды выиграли. Ну, слушай, Кузи, это какой альянс у нас получает? Не Нестия? Восемнадцать арм. А, восемнадцать арм. В принципе-то. Ну, да, там Челик хорошо играет. Вот, хорошо играет. Если ты смотрел последний турнир, вот этот АВЛ, или как его там, этот... Вот это дело, вот, Вася тоже там судил, и так далее. Там Кузи, он там чуть ли не тащил прям каждый бой. Так что я не удивлён. Но он, правда, свету там играл. На Платвеле, на Сфинксе. Что-то я не помню, Кузик на десятом уровне. На восьмёрку. Да, всё время на восьмёрку как было. На Гриффине. А, да, на Гриффине, на Гриффине. Фу-фу-фу, перепутал, перепутал, всё. Я был в Курике. Я был в Камане. А, да-да-да-да. А, ты же, слушай, ты с ним, по-моему, и был в команде, да? Да-да. Всё, всё, так-то. Звёзды сошлись. Ну, шо, делайте чё-нибудь, Алло. Андрей, давай. А чё им делаете? Одни готовы на ничью, другие готовы на ничью. У одних база рядом, у других. Так это шипирый бой, да? Ну, да. Ну, а чё они-то стоят в АФК? Бояться. Мне кажется просто, что сокомандник Андрея, что другая команда не знает просто, что от него ожидать. Ожидать, что в стримах станут. Он, кстати, сегодня Мельдони примел? Да. Да? А, тогда можно ожидать всего, что угодно. Кстати, разделились опасно. Если бы сейчас бы, вот, к примеру, они вот даванули, к примеру, Сакеши, они могли бы наполовину разобрать, а то и забрать. Они бы уже забрали бы. Они просто не знают, что он там. Ну, не. Ну, братки, ну, делайте что-нибудь. Ладно, подождём. Ребята не хотят на рандом полагаться. Они, наверное, до 12 хотят выиграть. Хе-хе-хе. Ну, вот, я не знаю. Стоят, катаются на месте, что Зид, что Десперандо. Ну, чё, поехали вперёд, я не знаю, там по центру. Переехали вон к вагонам, то есть аккуратненько подсветили, и если чё, там можно упасть. Вон, рельеф различный и так далее. А эти, ну, спартаницы и Сакеши, они, в принципе, эти товарищи. А я отдыхаю. Они просто устали, решили взять небольшую передышку. Ну, у них третий бой сегодня, вообще-то, кстати. Есть не четвёртый, вам третий. Я, если честно, не знаю, какой у меня уже по счёту бой. Это в конце, правда. Ну, ты поэтому-то и зеваешь, что ж. Интересно, как много мы сегодня боёв отдыхаем. Я в игре сегодня больше 20 часов. Экстрим, нормально. Некачественно. Я написал всю огонь, но они не увидят это. Нет. Потому что наша тайная комната прекрасно работает. Не, ну, если бы они зашли на стрим, и за их стрим снайпер, они бы уже увидели, в принципе, что происходит. Хотя, спартанец светил дисперанда, они в курсе, где они. Разве светят? А вот сейчас он светит, да. Не, ну ты понимаешь, в чём дело? Дисперанда может стоять там, типа, как бы, отстреливать, а другой может быть, другой позиции подловить и зайти неожиданно. Серьёзно? За 6 минут боя нанесли... 82 урона. Это рекорд. Ну да, да. Это прям... Анти-рекорд. Я... Я уже не жалею, что я согласился. Ну, прошло 6 минут, нанесено 82 урона. Ну да. Да. Я говорю, не жалею, что уже согласился этот бой комментировать. Это вот так интересно. Пойти, что ли, в туалет? Тихо, вот. В СП. Будильник поставил, да? Тебе есть 4 минуты зажгут. Чё стоим? Кого ждём? Алло, это карта Лама. Вы чё стоите? Погоди, погоди. Вон он выехал, выехал он. Встаньте хоть на захват. Ща, ща, ща чё-то будет. Ща чё-то будет. Вон, активность начались. Вы 7 минут думали встать на захват? Я же послабо брали. Понимаю. А, и до сих пор не встали. Нет. Спокойствие, только спокойствие. Хороший лозунг под этот стиль. Что можно делать в 7 минут? Стоять? Слушай, а они не собираются даже в лоб это атаковать, конечно. То есть, они согласны на ничью. Вот мне интересно. Я зайду в комнату просто к кому-нибудь. Либо пуш, либо бан. Слушай, слушай, а если 3 боя будет в виде ничьи, у нас 4 бой будет? Нет, не будет. Чё, оба проиграют тогда? А, на тайбрейке. А, по танкам, да? Там по урону, по танкам. Да, там урон, там всё вот это вот. А, ну точно. Если там будет 0 урона за 10 минут, обоим командам дам техничку. Потому что это ненормально. Я предлагаю им сообщить это. 22,50. Так, так, Алексей у нас поехал-то. Поехал, поехал. А, 22,30. 3 минуты осталось. Чё, дэмиджи были? Нет. Нет пока. 8 минут боя нанесено 82 урона. Интересует? Щас будет чё, щас точно будет. Щас тоже 82 урона ещё будет. О, Дисперанда по рту он поехал. Им повезло, что сейчас его не пробили. Его разве пробили? Пробили его разве? Нет. Да вот мне тоже кажется. Вы знаете, я до последнего всем рассказывал, всем клялся, что на этой карте ничья невозможна. Она здесь есть. Не угадай, кто её сделал. Ты знаешь, это как про суслика. Ты его не видишь, а он есть. Поэтому. Может их обоих прям сразу? Ну просто ноль-ноль написать обоим. Подожди, а если будет таймбрейк, мы будем считать только по таймбрейку или в сумме за три матча? По таймбрейку. Только за третий матч. Ну, срок, две секунды, они в любом случае не успевают захватывать базу и дроп. Они её убить уже не успеть. Ну. Короче, я в ангар уйду. Не хочу её засмотреть. Здесь, наверное, б***ь, пока стреляли. Подожди, подожди, Десперандо. О, не, я думал, он сейчас здоровье потеряет. Чё происходит вообще? Знаете, что я сейчас сделаю? О, погоди, 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 300 урона? А, или сколько? 600 урона даже. Больше вот Десперандо. Потерял тысячу. О, где вы раньше-то были? Нет, скансбэк. Ну всё, они не успеют друг друга, никого даже забрать не успеют. Да что же, тут уже они... Парк, может быть, скажем, что это про ничью? Ну, ты зачем ничью? Таймбрейк всё определит. И всё. По-любому кто-то... Раньше ты что-то хотел? Что за проблема пошла? Ну, я тебе так скажу. Я Андрея знаю больше четырёх лет. Это он. Это он. Играл не он, если бы сейчас играл не он, да? Амм... А ничего, что он с командой дом во взводе, нет? И типа как бы... Это рандомный человек, кстати. Рандомный человек, абсолютно. Да. Я знаю, что он рандомный. Ну, я про то, что это за то, что это Десперандо. Я вижу просто, как он играет. Он в борта подставляет, слабые места свои подставляет постоянно. Таунички у тебя нет. Он же и в РББ был, так что, чё, чё говорить-то. Я и против него, и с ним. Ты спиканда и в РББ был? Конечно. Он и в АМГ был, потом... Как мы во богу взяли, вообще. Кстати, есть такая теория. Да, это не теория. Это факт. Да. Ну, давайте сделаем вид, что мы этого не слышали. Это гачин факт. Ну, что сейчас будет драка. Ну, слушай. Нет. Не смырнули. Серьезно? Да не, вроде нет. Да не, еще они светанут друг друга. Должны. Сдержаются. Блин, тормознули. А вон он запалил. По-любому еще кто-то сюда проедет, как-то светанет. Зейд должен светануться как-то, ну, блин, по прямой стоит это, по диагонали. Мне светанется там, ага, не считай. А, да, вот. Вон это, Паша поехал. Ну, вот, свет есть. Что-то явно интереснее будет, чем прошлое стояло. Все, файл. Так, больше первый выстрел будет. Ого. И отвлек Андрея, все. Да, да, да. Победа. Порчу, порчу на него навели. Подставуха, подставуха. Кстати, здесь победа в этом бою решает исход матч. И брейк будет, если кто-то выиграет. Потому что первое было, было ничья. А, точно, да, это по результатам двух матчей, только если да, ничья. Да, 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 точно. Ну, слушай, сейчас Десперанда зря тогда вылазит. Ну, слушай, по-моему, НХБ потерял эту... Ну, вот, они бы сейчас вдвоем бы накинулись на него, что они ждут. Пусть бы потеряли там дофига урона от К2, но они бы его забрали бы. Ну, один втолкнулся или вдвоем в борта там прижали и все там. А сейчас в итоге Сакеши отдается просто. Загорелся. Сакеши с ГГЛом. Да. И сейчас Спартанца в двух сторон, мне кажется, сделаю. Пусть К2 на перезарядке, но, блин, мне кажется, он уже наполовину перезарядился. Вон, все уже. Мне кажется, это ГГ. Да, да. Ну, поинтереснее первого года, сто процентов.